Восемь, да, давайте двадцать минут назад. Про строительство дома хотел спросить, видел, видел, что дом не собираетесь строить? А строительство прозвучало. Нет, смотрите, в момент в общем мы сейчас, мы купили паевую землю. 50 гектар земли у нас, буквально полтора километра от нашего дома. Это земли сельхозназначения. Там можно строить только сельхозпостройки. На генплане ты можешь назвать что угодно, да, допустим, сарай, гараж, гараж нельзя. Место для хранения и переработки продукции. Там должна быть плюсовая температура, должно быть, допустим, сухо, все. Помещение, все как было сухно. А по закону Российской Федерации ты можешь жить хоть в палатке, в лесу, тебе никто ничего не скажет. У тебя есть прописка, ты можешь жить хоть там года. Хоть в хлеву. Кто по закону запрещает человеку жить с козами в хлеву? И мы хотим построить сельхозпостройки для хранения и переработки продукции, с которой мы хотим жить. Сейчас идет такая кампания в России, чтобы родовые земли, те, что дают 1 гектар на Дальнем Востоке, чтобы эти земли были, то есть ввести закон земельный, что есть такая категория земель, родовое поместье или родовая земля. И когда этот закон введут, то есть сейчас там это все рассматривается, проталкивается, лоббирует, тогда мы эти 50 гектар просто переведем в эту. И можно будет зарегистрироваться. И потом можно уже выйти зарегистрироваться. То есть как бы мы... Знаете, как... Многие говорят, вы вот народ со странностями. Мы из-за того, что мы христиане, мы глубоко изучаем Писание, мы знаем, к чему все идет. И из-за того, чтобы потом, в будущем, может быть, кому-то нужна будет помощь. Объяснить, как вырастить то или другое, как его сохранить, как его посеять, как прокормиться, как найти ягоду хорошую и плохую. Потому что люди с мегаполисов двинутся куда? Если в городе выключить на две недели свет, будет все. Вот просто в городе все станет. И мы стараемся своих детей этому научить жить по минимуму, пользуясь благами цивилизации, по минимуму, чтобы возродить то, что было раньше. Люди жили и без света, и без техники, и без всего. Жили, работали, выживали, рожали, были счастливыми, свободными, радостными. И у нас сейчас постоянно гонка, 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 гонка. В 5 часов утра встал, глаза открыл, на работу побежал, выхлопными газами надышался. Прибежал домой, голова болит, дети сели на шею. И вот так каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Ну, мы стараемся идти к мечте, чтобы быть по максимуму независимыми от системы. Вот, может быть, этим мы чем-то и притягиваем вокруг себя людей. Хотя мы не отказываемся. Мы вот недавно обсуждали, говорю, Борь, где вот эта грань? То есть многие говорят, вот вы же говорили, от света откажетесь. То есть мы хотим, ну, отказаться от цивилизации невозможно. Вообще, да? Ну, то есть мы живем. Вот в Иркутске и поехать документы оформить, на лошади не поскачешь. Раньше и система так была построена, что человеку не надо было 80 километров ехать, чтобы оформить паспорт ребенку, например, да? Сейчас совершенно другая система жизни, другая гонка. То есть сейчас, слава богу, конечно, что мы столько людей узнали. Вот у нас друзья в Германии, в Америке, в Исс... В Индонезии, в Израиле. Мы перевезли, да? И в Африке смотрят, даже в каком-то острове там смотрят 3 человека. Да. Это, конечно, плава цивилизации, от которых, ну, как-то отказываться. Ну, все равно это уже есть. А вот, например, излишки, так, хочу вот это, хочу вот это. А еще хочу десятый телефон, а те 9 пускай отдохнут, чтобы я по ним соскучился. А хочу еще там конструктор. Мы сейчас прям чистим, чистим, чистим все, как бы, время от времени нас иногда заносит. Иногда заносит, но такие стоп-стоп-стоп, назад-назад-назад, как бы. Поэтому это наши вот мечты, планы, какие-то, знаете. Мы всем всегда рады, гостям всегда рады. Приезжайте, кто хочет, повезем, покажем, отдохнем, чай попьем, съездим, на отдых вместе летом можем запланировать. То есть как? Вообще планируем, планируем, за грибами сейчас в самый раз. Нет, вариант, например, какой-то кемпинг сделать, там, на речке, на чулку. У нас есть идея создать группу венкутян. Прошу прощения, секунду. Мы в этом, в прошлом году были на Энхалуке, так там просто вот люди приезжают уже не один год. Вот они 10-15 машин приезжают, стали в лагере, огородили, прости, огородили там 500 квадратных метров. Ленточку протянули и все, они там живут вот всеми кланами, там машиной за водой. Поехали, привезли там 5 тонн воды, больших зил. Привезли и все, они там живут, они отдыхают 2-3 недели живут. 2-3 это круто, мы еще как бы городские. Нет, кто-то подъезжает, отъезжает. Вот у нас есть планов, не добираются у меня руки, честно, уже созрел этот план, наверное, месяца полтора назад создать группу в Айбере. Всем, кто живет поблизости с нами, например, мы там выбираемся туда-то. Кто с нами, за черникой, безопаснее же, да, ездить семьями. Стали, черничники ребята километровые открыли. Это такая красота просто. Даже, ну, машинами, конечно, лучше аж туда добираться, туда подальше. Вот, стали, там одни женщины готовят, мужчины пошли за черникой, общение, дети вместе гуляют, бегут, ну, кто не боится, да. Кстати, чем больше шумишь, тем меньше медведей в округе. Чем больше нас соберется, недаром и курсы выживания проходили. Пожелание, если планировать можно, чтобы пакет не приехал. Кто? Машина. Не вездеход. Никак у вас, машина. Никак у вас. Кто-то смотрел, как мы добирались? Сразу же, там или Нива. Или у вас. Все, там такие... Я ехал, думаю, вот, чтобы через вот этот булыжник сейчас не снес передний мост. Так у меня клиренс 33 сантиметра. Да, только... Ну, вот на Алкалу, на Байкал, где-то на... По трассе, да. Вы себе... Без проблем уже. Тоже, вот, лично, да, хочу сказать, что боритесь в светоте. Я не знаю, я у Бори говорит, Таня, ты горло переплезу из-за ребенка. Ну, не в прямом смысле слова, да? Ну, как бы, ну, мы такими этими не пользуемся, да, там, мы не ссоримся, стараемся. Ну, из-за того, что христиане, мы понимаем, что такое подняло, то пора будет. Там, речь поднял, да, отмечать, поднимешь. Но по закону отстаивать детей, это, наверное, ну, каждому родителю. По поводу образования. Сейчас я посмотрела видео, три штуки, о законодательной базе, что ребенок имеет право сдавать экзамены только в девятом классе. Уже все, просто я уже нашла достоверную информацию. Я сейчас написала официальный запрос в, как же это, кто, нет, и как называется, кто устраивает и следит за ЕГЭ? Роснадзор какой-то, Роснадзор, там, это требование. Роспотребнадзор, скорее всего. Вот они организовывают, они отвечают, они эти камеры ставят, они, ну, то есть, выдают аттестаты. Официальный запрос туда написала, еще что официальное две. Но, в принципе, только девятый класс, какие экзамены, скорее всего, как экстерные, основные. Есть онлайн-школы, спасибо, вот, Наташа, помните, Наташа Федя. Мы с ними активно сейчас хотим за компенсацию бороться. Наташа тоже. Наташа созреет, напишет. Наташ, обещаешь, да, на камеру? Обещаешь? На камеру. Ты пообещала. Ты меня пообещала. Ну, короче, не будем, давай, не будем обещать, но мы стараемся сейчас написать документ, составить в прокуратуру, в министерство, в управление по защите детей везде-везде, что в Иркутской области нарушаются законы по компенсации, потому что Конституция говорит о бесплатном образовании. Все законы, которые ниже написаны, они не должны противоречить Конституции и Федеральному закону. А местный закон противоречит Федеральному и Конституции, поэтому местный закон должен подстроиться под Федеральной Конституцией. Сейчас мы хотим отставить это право с Наташей. Мы не одни семейники здесь. Мы это не делаем, не ради себя. Честно, мне очень страшно это начинать делать, потому что Опека наш гость в семье. И я понимаю, что... Мы с ними дружим очень плотно. Они приезжают... Плотно дружим, сотрудничаем, в холодильнике открываем и так далее. Поэтому для нас это еще такой, знаете, еще один рывок. Я знаю, что на канале нас очень многие не поддержат. Снова посыпется, да, много комментариев, что ради выгоды и так далее. А что они вам не так интересуют? Опека? Ну да. Приходит запрос с Израиля, что дети дистрофические, неразвитые, несоциализированные. Пожалуйста, обратите внимание. Мы не снимаем это никогда, но у нас уже перебывали все, кто только мог. Майор ГИБДД приезжал. Детей осматривали, слушали, мерили. Все, что на кого-то делали. Общались, смотрели, и школы, и министерство образования, и по делам несовершеннолетних, и соцзащиты. Мы говорим, здравствуйте, чай будете? Нет, спасибо, у нас еще много. Да, спасибо, до вас. Кто же у вас. Ну, все же нас там знают, но говорят, что это никак не повлияет на опеку, потому что неподтвержденные эти, ну, то есть они приходят, смотрят, неподтвержденные. Да. То есть это никак вообще не повлияет, у вас зеронный свет. Не обоснованные обвинения. Да, не обоснованные обвинения. Да, вообще, много людей. Ну, это бедные люди для нас, бедные морально, бедные душевно, и как-то... Знаете, сначала, сначала очень сильно било, ну, вот как можно судить человека, если ты не знаешь. Бьет и по сердцу, и по голове, бьет по всему, а потом просто понимаешь, что этот человек один, второй, третий, потом уже отрабатывается иммунитет. Ты просто садишься с такой стенкой перед глазами, у нас есть определенные, у меня, по крайней мере, определенные критерии отсеивания, что-то не так в бане. Вот я сажусь 30, 30-40 человек в бане каждый день. Сейчас, конечно, бесполезно. Это, наоборот, идет перепалка. Я, конечно, не смешусь, как бы, то, что она не может. Я, конечно, не могу, но чуть-чуть ее на пузырь. Да, да. Мы стараемся в комментариях чистить все ради тех, кто читает. Хотя нам потом говорят, я читаю Илюши в трубочку. Я говорю, вы не читали то, что мы не пропустили. Там душа в трубочку иногда сворачивается. Но иммунитет, как бы, и мы стараемся хранить много людей. Мы молимся за таких людей, потому что они чем-то обижены были в детстве, или чего-то у них нет, или детей нет. Или они через письму своего какого-то опыта смотрят. Или нету таких отношений, допустим, или кто-то видел, или заяц, или еще что-то. Разные, разные. Кто-то, честно, мы ответы на вопросы, вот советуем тоже смотреть их ответы на вопросы. Мы там очень много сейчас отвечать. Кажется, суббота у нас в 7 часов по Иркутску ответы на вопросы. Стрип. Да, мы в прямом эфире, можно задавать тоже так же вопросы. И вот Анна вот просто недавно ответила, что вот в эту субботу, вчера, в воскресенье, в субботу 7 часов, куда спать-то? Утром вечера. Вечером. Да, как раз хорошо. И вот ответили, что люди, например, были обижены, там жесткое было воспитание в семье, да? И они смотрят на воспитание в нашей семье через свои призмы. Вопрос вот всем, кто здесь, кто увидел запуганных детей? Ну, запуганные дети, которые там боятся слова сказать, ходят за нами клостиком, не знаю, там не социализированы, кто увидел детей? Они не умеют общаться, ни с кем. Понимаешь, ты знаешь еще вопрос? Просто вы стали людьми, вот знаете, каждый блогер, там звезды, все переходят границу за ней. Это вот минуса, минуса известности. Куча людей, у каждого свое мнение. Естественно, кому что-то нравится одно, кому что-то не нравится другое. Я вот недавно передачу Сирога смотрела, у него тут же куча врагов. Я образ на голове. Мы тоже поняли это все. Просто очень стесни своего смотрят. Он обсуждает все мира, конечно. Анечка, понимаешь, мы такие люди, что мы не стараемся кому-то угодить. Мы вообще не командаемся, мы пытаемся угодить, все. Такие, какие мы есть. Мы показываем всю жизнь. Вам интересно смотрите, не интересно, не смотрите. Ну вот, вчера Танюша тебе велась, говорит, это супер какой-то мазохизм должен быть у человека. Смотреть на того, кто тебе не нравится, следить за их всеми видео. И вот постоянно, почти на каждом видео у нас примерно 290-340 дизлайков. Еще видео только-только вышло, сразу тык-тык-тык-тык-тык, посыпались дизлайки. Еще человек не просмотрел, уже он тикнул, я против. Ну, видите, мы стараемся оправдывать их. Вот действительно, они могут с чистой собственностью пытаться защитить детей. От чего непонятно, но они смотрят через письмо и они пытаются защитить. Может, у них кто-то смотрит вас, чем простите это такое и как бывает сходность. Вот это насилие во дворах. Сейчас Ютуб очень сильно это все банит, закрывают каналы просто. Спасибо Ютубу, он сейчас очень-очень сильно поведет с этим. Спасибо.